Тем временем в освобождённом от террористов в сирийском Алеппо ситуация другая. Там налаживается мирная жизнь. Репортаж Алексея Баранова. Песчаная буря накрывает Алеппо неожиданно. Ещё накануне ни один прогноз синоптиков не предсказывал такого. Это видео снято оператором нашего коптера на высоте всего 300 метров в центре города, над армянскими кварталами, одними из самых старых в древнейшем Алеппо. Укрываемся в магазине, хозяин которого Арутюн показывает нам то, что знакомо не только каждому россиянину, но и, пожалуй, во всём мире. Арутюн привык, что здесь, в центре Алеппо, его с самого рождения окружали и армяне, и русские, и христиане, и мусульмане. Делятся с нами общими переживаниями и тех, кто вынужден был покинуть город, спасаясь от боевиков, и тех, кто пережил без преувеличения оккупацию. Сначала мы думали спасти наш родной город самостоятельно, но силы были слишком неравны. Эту беду мы пережили вместе. Все те, кто жил здесь всегда. Смотрите, людей на улице больше с каждым днём. Эта главная мечеть Алеппо находится стена к стене с двумя христианскими храмами. Самый центр города. Мимо красивейших строений лежат пути и в аэропорт, и на вокзал, и в университет. Имам рассказывает нам, в Алеппо никогда не делили людей на своих и чужих. По-настоящему говорит, многонациональная страна, многонациональный город. Это важно, ведь именно атака боевиков на нашу родину сплотила нас, сделала ещё дружнее. Как у вас в России. Мы все стояли друг за друга и выстояли. Вот армяне Сирии. Все ручные работы здесь. Сладости армянские. С консулом Армении приезжаем на выставку народного творчества. Вот здесь ручная работа. Смотрите, все камушки искусственные. Вот девушка говорит, что ручная работа. Флаги Сирии. Смотрите. Кондитер Нора угощает нас своими сладостями. Мы армяне, кругом сирийцы. И арабы, и христиане, как мы. Но все мы выросли здесь. Даже блюда наши стали похожи друг на друга. Здравствуйте. Гурген рассказывает нам про своё хобби. Большинство коллекции – грампластинки, известные на весь мир советской фирмы «Мелодия». Вот пластинка с фотографией главной площади Еревана. А следом – запись концерта знаменитого русского хора. Хора Мини-Пятницкого. Этому христианскому храму почти сто лет. Витражи на фасаде уничтожила взрывная волна. Настоятель рассказывает нам, что сама история Сирии, на территории которой расположено множество библейских мест, чужда национальной розни. Здесь у нас спасались все. Не только христиане, но и мусульмане. Мы единый народ и все вместе столкнулись с этой бедой. Сейчас уже полегче стало. Этот мемориал появился здесь сразу после страшного землетрясения, которое произошло в республике Армения в декабре 1988 года. Тогда погибли многие-многие тысячи людей. Жители Алеппо до сих пор скорбят вместе со всеми теми народами, которые населяли Советский Союз. Теперь мы видим здесь следы от пуль. Один из прихожан показывает нам переживший войну более чем 60-летний Мерседес. Я смог сохранить ее. Все осталось как есть. Машина на ходу. Вот только одно, скажем так, новшество. Здесь на решетке радиатора я разместил герб и флаг своей родины. А это школа, построенная еще в 1930 году. Урок музыки проходит в пока еще едва освещенном актовом зале. Конечно, дети хорошо знают и эту песню. В Алеппо ее смысл теперь понятен каждому. Всем победим, как он был от нас салет, как по сверху, шестая рукает. Мы не просли, обнаели, ели ли, эту землю мы дышали, как могли. Алексей Баранов, Александр Малышев, Никита Корунов. Вести недели. Сирия. Алеппо. Алеппо.